здравствуйте друзья это кузнецов дмитрий но уже ни для кого не секрет что наш канал давным-давно на международный уровень вышел вот давайте послушаем как дела обстоят извините я не знаю честно как правильно в украине на украине для меня это всегда была загадкой поэтому ну просто давайте послушаем как приватбанк который кстати говоря до всем известных событий внутриполитических и у нас тут буянил в россии имею ввиду вот сейчас он в украине продолжает свою деятельность ну вот еще раз говорю ролик присланы подписчикам с украины спасибо ему прикольно получилось давайте послушаем алло алло доброго ранку ваше произвещение так точно на вас вертается приватбанк менеджу анна валерьевна среди лапараты на расширковой работы капец как сложно евгений иванович у вас есть долл по карте универсальная на сумму которая составляет 1560 гривен так очень усугубляется тем что дело готово для передачи на выездную группу взыскания а что такое выездная группа взыскания с целью решения вопроса принудительного характера осмотр оценка и арест имущества и дальнейшей арест имущества выездной группой слышишь ты себя не на себя немного берешь казанны евгений иванович давайте будем строить конструктивно наш разговор и искать выходы из ситуации давайте мне не будешь хуйню в уши вкручивать а рассказывать надо как это делается по закону в течение двух дней оплата поступает на ваш счет я вот хочу услышать про выездную группу про арест имущества подробнее пожалуйста по закону банк имеет на это право на законных обстоятельствах да на оценку и арест а продает имущество по решению суда который банк берет в течение семи рабочих дней вы подписали договорные обязательства и пункт договора 2.1.1.5.14 гласите мне пожалуйста в основании какого закона назовите мне только четко статью и название закона на основании которого банк собирается проводить арест имущества евгений иванович на абсолютно законных обстоятельствах пункт договорных обязательств я сказал пункт закона и его название 2.1.1.5.14 при невыполнении обязательств предусмотренных настоящим договором банк оставляет за собой право изымать любое имущество принадлежащее должнику достаточного для погашения задолженность каким образом изымать я вас на порог с ружьем не пущу они вооружают и арестовывают работники банка арестовывают понадобилось реже выездного взыскать. Работники банка наделены правом арестовывать? Евгений Иванович, ты меня слышишь, курица? Работники банка наделены правом арестовывать? Я задал прямой вопрос. Работники банка... Сотрудники выездного взыскания, не сотрудники банка. Ты мне только что сказала, что какая-то ваша контора, выездное взыскание, собирается что-то у меня арестовать? Правильно. Как? Не может, девушка, не возобновили вы себя выше закона, а? Вы на себя функции суда взяли? Примат-бас настолько мощный, что собирается подменять с собой функции суда? Арестовываешь что-то у меня собрал? Мы с вами будем искать выход, договариваться и решить проблему. Я фиксирую категорический отказ. Наш разговор не приходит к логическому решению. Я фиксирую отказ от платежа. Я нарушаю права других абонентов. Иди нахуй. Друзья, ну, конечно же, без комментариев мы это все оставим. Автору спасибо за категоричность. Дело в том, что все эти коллекторы, они все одинаковые, все эти взыскатели одной мастью сшиты, как говорится, все они бестолковые. Я тоже не раз слышал, как мне предлагали подготовить имущество для того, чтобы приехали вот эти вот дебилы арестовать его, изъять и так далее. Там с папками на белых завязочках, кто слышал, кто давно на нашем канале вспомнит, да, и так далее. Ну, где они? Вопрос задается. Вопрос открытый. Где они? Ау! Вот он я, я здесь, а где жил, там и живу. Где эти ваши ухари, солдаты эти, законы и порядка, их нет. И никогда не будет. Вот. Итак, как и говорил, без комментариев, просто перенаправлю вас в описании этого ролика для тех, кому нужна юридическая защита, кто хочет встать под юридическую компанию мощной организации, в которой штат действительно профессиональных юристов, кто хочет раз и навсегда закрыть все свои проблемы с долгами, это в описании ролика ссылочка. По ссылке проходите, находите, оказываетесь на нашем сайте и находите там описание, презентация, скажем так, алгоритма работы кредитных юристов нашей компании, компания Лям. То есть, естественно, прежде чем принять решение, мы позаботились, чтобы вы принимали решение, мы позаботились о том, чтобы вы действительно все могли взвесить. Мы выложили достаточно подробную инструкцию, в которой рассказывается, что мы делаем, как, сколько стоит, какое время это займет, какие вы получаете сразу же, как только примете решение встать под юридическую защиту. Плюсы, полное отсутствие минусов в этой ситуации. Но нужно посмотреть, друзья, нужно посмотреть, прежде чем писать заявку на обратный звонок. Вот, посмотрите видео и примите, наконец, то самое важное решение. Те, кто не подписался на наш канал, конечно же, подписывайтесь на канал, ставим лайки, делимся в соцсетях нашими роликами для того, чтобы как можно больше количества людей узнало той самой настоящей правде. Ну и, конечно же, подписываемся на группу ВКонтакте, ссылочка на группу в описании ролика. Я вам желаю хорошего настроения, уверенности в себе, ну и, конечно же, непоколебимости перед вот этими вот бесполезными полупарализованными карликами, как их называют, коллекторы бесполезные. На связи был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам хорошего, до свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok